Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Образование, ремонт и содержание дорог, жилищно-коммунальное хозяйство. На что еще были направлены расходы городского бюджета в 2024 году, рассказали над заседанием Думы городского округа Самара, в котором приняла участие глава города Елена Лапушкина. Социально значимый закон, который поможет ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным не потерять выплаты. Депутаты Самарской губернской думы повысили критерий нуждаемости. Точная и достоверная информация в сжатые сроки. В Самаре проходит фестиваль госпабликов. Четко, честно, легитимно в Самаре прошло заседание общественного штаба по выборам. До Нового года осталось чуть больше недели. Самарцы рассказали, какие подарки они приготовили родным и близким. Покровитель детей, моряков, защитник оклеветанных. 19 декабря православные христиане отмечают День святителя Николая Чудотворца или Николая Угодника. На образование, ремонт и содержание дорог, транспорт, жилищно-коммунальные хозяйства, благоустройство. Существенную часть расходов городского бюджета в 2024 году предусмотрели именно на социальную сферу. Об этом рассказали на очередном заседании Думы городского округа Самара, в котором приняла участие глава города Елена Лапушкина. Также в ходе доработки бюджета ко второму чтению депутатским корпусам были предложены поправки. Как и прежде, сохраняя социальную ориентированность, в городском бюджете предусмотрели средства для стабильной работы всех сфер жизни города. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Позвольте поздравить всех нас, вместе с нами жителей города, с принятием бюджета на 2024 год. Городской бюджет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден единогласно. Как и прежде, он сохранит свою социальную направленность. Основная доля расходов пойдет на образование, ремонт и содержание дорог, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство. Кроме того, по мере исполнения главного финансового документа будут осваиваться средства, поступившие в городскую казну из вышестоящих бюджетов. Например, по 100 миллионов рублей на 2024, 2025, 2026 год область дополнительно выделяет на реконструкцию спортивных сооружений плоскостных, которые находятся в пределах шаговой доступности у объектов образования. Для города Самары это очень важный аспект. Основные параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утверждены в следующих значениях. 2024 год. Доходы. 21 миллиард 650 миллионов 678 тысяч рублей. Расходы. 22 миллиарда 280 миллионов 678 тысяч рублей. Доходы и расходы на 2025 и 2026 годы. 2025-й. 22 миллиарда 672 миллиона 539 тысяч рублей. 2026-й. 23 миллиарда 822 миллиона 575 тысяч рублей. Кроме того, в ходе доработки проекта бюджета ко второму чтению по предложению депутатского корпуса предусмотрены дополнительные вложения. Предусмотрены дополнительные средства на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждениях образования и культуры. Добавлены средства на ремонт тротуаров, увеличена эта статья. Реконструкция сетей дождевой канализации и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод. Также в бюджете на 2024 год предусмотрены средства на предоставление компенсации расходов за аренду жилого помещения педагогическим работникам и завершение работ по строительству нежилого корпуса в спортивно-оздравительном центре «Олимп». Что касается расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, то здесь средства предусмотрены на самые социально важные объекты. Это в первую очередь проектирование и строительство дорог, водоводов, обновление объектов культуры и спорта. Я понимаю, что вы вместе с сотрудниками администрации выставляли приоритеты и определяли то, что в первую очередь необходимо сделать по тому или иному направлению. Я рада, что бюджет получился взвешенный. Я рада, безусловно, что он принят. В дальнейшем главный финансовый документ будет дорабатываться с целью решения наиболее важных вопросов. Как и прежде, сохраняя социальную ориентированность, в городском бюджете предусмотрели средства для стабильной работы всех сфер жизни Самары. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Депутаты Самарской губернской думы сегодня приняли социально значимый закон, который поможет ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным гражданам сэкономить свои пенсии. Сейчас ветераны труда федерального и регионального уровня, а также труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, могут рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты. Согласно действующему областному законодательству, ЕДВ получают те, чей ежемесячный доход ниже 30 710 рублей. С наступлением нового 2024 года пенсии пожилым гражданам проиндексируют, они станут на 7,5% больше. В связи с этим существовал риск, что многие могли лишиться заслуженных денежных надбавок. Депутаты заранее предусмотрели сохранение финансового положения граждан серебряного возраста. На заседании областного парламента было принято решение повысить планку критерий нуждаемости, по которой равняются при начислении ЕДВ. С 1 января 2024 года она составит уже 33 013 рублей. То есть на 7,5% больше, ровно на ту часть, что вырастут пенсии. Ожидается, что все граждане, ранее получавшие надбавки, продолжат их получать и в новом году. В Самуру пришло потепление. В таких условиях важно бороться с обледенением. Поэтому расчистка проезжей части и тротуаров от снега и наледи стала ключевой темой на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. И одна из первостепенных задач – усиление контроля за содержанием дорог, в том числе за соблюдением технологий, выходом необходимого количества техники и персонала, четким учетом километража, где работы уже проведены. Акцент делают на оперативность получения объективных данных и принятие решений для улучшения качества уборки. Коммунальщики и служба благоустройства максимально сосредотачиваются на уборке тротуаров и дорог, остановок общественного транспорта, пешеходный зон в парках, скверах, на набережной и во дворах. Также рабочие продолжают обрабатывать противогололедными материалами спуски, подъемы проезжей части, лестницы, тротуары и другие пешеходные зоны. Участки вблизи утверждений социальной сферы. Только за прошедшие сутки содержанием городских территорий занимались 3433 уборщика, задействовали 432 единицы техники. Сегодня днем на участки обслуживания направили 268 машин и более 3 360 человек для расчистки и обработки территории вручную. Нужно в первую очередь отработать наши места, где большой трафик людей проходит обязательно, и потом дойти до каждого тротуара и навести порядок. С 20 ноября израсходовано 7756 тонн противогололедных материалов, в том числе более 145 тонн за минувшие сутки. За декабрь в городе выпало 34 мм осадков, это около 57% от месячной нормы. Общее количество снежных накоплений, доставленных за текущий сезон на площадке временного складирования, составляет около 50 тысяч тонн. Проезжая часть расчищена и обработана, сформированы снежные валы. Автомобилистов просят не оставлять надолго машины вдоль обочин, переставлять их на уже очищенные локации. Среди первоочередных задач остается и подготовка к новогодним праздникам. Представители администрации внутригородских районов, ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий, подрядчиков, которые отвечают за содержание дорог, отчитались по графикам дежурств, формированию аварийно-восстановительных бригад, резервам, запасам материалов. Все готово как для плановой работы, так и на случай форс-мажорных ситуаций. Обеспечить легитимность главных выборов страны. В Самаре состоялось заседание регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России в 2024 году. Члены штаба, их 15 человек, среди которых эксперты избирательного процесса и представители масс-медиа, обсудили план работ по подготовке независимых наблюдателей. Подробности в нашем сюжете. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования на выборах президента России будет вестись независимые наблюдения. Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Впереди у экспертов работа по подготовке активных граждан к этой работе. Планируется, что на каждом участке будет несколько независимых наблюдателей, чтобы они могли подменять друг друга на протяжении всех трех дней голосования. У нас по отношению к нашим прошлым выборам большое количество наших активных, неравнодушных самарских граждан, они действительно хотели принять участие. Конечно, мы им в этом отказать не можем, потому что понятно, что комфортная жизнь на территории субъекта происходит при самом главном активном участии его жителей. Планы работы общественного штаба обсуждали на заседании совещательного органа. Учитывая опыт прошлых лет, подготовку наблюдателей будут вести по нескольким направлениям, в том числе и по работе с социальными сетями. Для того, чтобы обеспечивать максимально объективную оценку происходящему на участках. Даже если у вас есть доступ к видеонаблюдению, вы должны знать, зачем наблюдать, зачем смотреть, что видеть. На обучении мы будем долго рассказывать о том, за какими ситуациями следует смотреть, какие законодательные основы есть у наших выборов. И на что нужно обращать внимание. И, собственно, те моменты, на которые они будут обращать внимание, наши наблюдатели, именно это будет находить отражение в их постах в социальных сетях. Именно общественные наблюдатели становятся защитниками интересов избирателей и гарантом легитимности выборного процесса. Поскольку представители партии или самовыдвиженцев настроены в первую очередь защищать права своих кандидатов. Общественные наблюдатели в целях контроля за ходом голосования и, конечно, в первую очередь, это законность голосования, процесса всего, защита избирательных прав, активного избирательного права наших граждан. Они должны действовать именно в интересах всех избирателей. Это принципиальная позиция, которая исповедуется всеми теми, кто берет на себя миссию общественного контроля за ходом голосования. В этот раз в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Его заместителями будут президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кальцун, Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский, События. Точные и достоверные информации в сжатые сроки. В Самаре прошел фестиваль госпабликов. Специалисты ЦУР рассказали об актуальных трендах в социальных сетях. О том, как официальные страницы госорганизаций могут помочь жителям города, наш следующий сюжет. Наталья Семенова – руководитель официального госпаблика в городе Новокуйбышевск. Рассказывает, уровень доверия жителей к страничке ежедневно только растет. Это неудивительно, ведь за качеством контента тщательно следят. Также стараются работать на опережение, оперативно информировать жителей о том, что происходит в городе. Если раньше, например, в день было до 10 обращений, то сейчас порядка 50 бывают и комментариев, и обращений, даже больше. То есть, как бы это навскидку в среднем, я говорю. То есть, ну, мне кажется, у нас очень интересный качественный контент, потому что мы пытаемся разнообразить наши формы. То есть, у нас и видеоклипы есть, и картинки, и качественные фотографии. В Самаре прошел фестиваль госпабликов. С 1 декабря 2022 года обо всех новостях жители региона могут узнавать из первых уст на официальной странице организации. Можно задать любой вопрос чиновникам, руководству школы, детского сада, больницы или любого другого учреждения. Сейчас в регионе насчитывается 2670 официальных страниц. Сотрудников госучреждений регулярно обучают правилам создания и оформления публикаций и успешной коммуникации с пользователями. Помочь новичкам, а также развивать компетенции профессионалов призван Центр управления регионом Самарской области. Количество читателей, подписчиков этих пабликов почти 3 миллиона. За год приросли мы где-то на 700 тысяч читателей. Они очень активны, они задают свои вопросы. Люди понимают, что именно в официальных пабликах им придет правильный ответ, честный, со сроками конкретными. Активно работает в госпабликах и администрация городского округа Самара. Сейчас их насчитывается уже более 500. Главные задачи таких страниц – это быстрые ответы на обращения граждан и решение их проблем. Это не только способствует привлечению заинтересованной аудитории, но и помогает своевременно реагировать на просьбы жителей города максимально оперативно решать самые актуальные вопросы. Мы мониторим все сообщения и комментарии, которые оставляют жители и максимально на них отвечаем, давая обратную связь. Найти нас легко, достаточно убить в поиске названия организации – это администрация Самары, район, либо департамент, название школы, детского сада. Официальные странички помечены статусом госорганизации. Одним словом, все сделано для того, чтобы реакция чиновника или работника муниципального учреждения была максимально быстрой. Таким образом, специфика и специализация учреждения, создающего госпаблики в соцсетях, не имеет значения. Полезными, яркими, а для кого-то любимыми становятся страницы, которые ведут специалисты, не только увлеченные своим делом, но и понимающие, что они работают на благо людей. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. К-74 по мишеням, имитирующим статические и движущиеся цели. Тактические действия по смене огневых позиций. Тактические действия по ведению разведки на местности и отходу боевой группы в безопасную зону для пополнения боекомплекта. Суд Ленинского района Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении председателем правления Коммерческого Воложского социального банка Валерием Кучкановым почти 2 миллиардов рублей. Глава финансовой структуры обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи установили, что в период с июня 2011 года по ноябрь 2013 один из учредителей и руководитель ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» совместно с неустановленными в ходе следствия лицами путем заключения фиктивных кредитных договоров похитил у банка свыше 1 миллиарда 928 миллионов рублей. Привлечь банкира к ответственности не смогли. Кучканов был найден мертвым в собственном доме в ноябре 2013 года. Врачи Тольятти провели уникальную операцию. Они удалили у жительницы региона опухоль в 62 сантиметра в диаметре и весом 24 килограмма 300 граммов. 42-летняя пациентка панически боялась врачей и не обращалась за помощью 3 года. В итоге при росте 164 сантиметра обхват талии у нее стал 132 сантиметра. Тольяттинку доставили в городскую клиническую больницу номер 5 на скорой помощи. Женщина потеряла сознание на улице. При поступлении в больницу гемоглобин у нее был на уровне 46 при норме 130. Сначала ей сделали переливание и стабилизировали состояние. Во время операции выяснилось, что опухоль оттесняет органы брюшной полости и плотно прилегает к стенкам малого таза. Сосуды из-за сдавливания были увеличены в диаметре в 2-3 раза. Опухоль успешно удалили, работа органов восстановлена. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Аналитики рассказали, как к Новому году относятся люди разных возрастов и профессий. 85% дизайнеров, 79% учителей и 78% специалистов по логистике обожают этот праздник. Очень редко ему радуются водители и инженерно-технические работники, поскольку многим из них часто приходится трудиться на зимних каникулах. Среди маркетологов больше тех, кто любит Новый год. Таких оказалось 44%. Если учитывать мнение всех опрошенных россиян, то каждый четвертый житель любит этот праздник. И лишь один из ста испытывает противоположные чувства и считает, что это искусственный ажиотаж. Уходящий 2023 год добавит россиянам новогодних выходных. 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними уже в 2024 будет 8 нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно будет 9 января. День канула православного Рождества и сам праздник выпали на субботу и воскресенье. Из-за того, что это и так нерабочие праздничные дни, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. 19 декабря православные христиане отмечают День святителя Николая Чудотворца или Николая Угодника. Считается, что Николай Чудотворец – покровитель моряков и детей, а также защитник оклеветанных. В этот день рекомендуется заниматься тяжелой и ответственной работой, а также рукоделии. В противном случае могут возникнуть финансовые проблемы. Также нельзя отказывать в милостыне нищим. Кроме того, раньше считалось, что 19 декабря – последний день в году, когда нужно отдать все долги, чтобы в следующем году пришли достаток и удача. До Нового года осталось чуть больше недели. Сколько денег самарцы планируют потратить на подарки, кому будут дарить и что предпочитают получить в качестве новогоднего сюрприза, узнала Елена Чернявская. Будете ли у вас подарки своим близким? Конечно. Какие? Пока еще не определялся. Но в этом году, думаю, что это будет из ювелирки. Жене, детям, брату, свояку. Какие подарки? Конфеты. Всем? Да. Будете ли в этом году дарить подарки? Конечно, обязательно. Кому и что? Родным и близким. Ну, а что, не знаю, подумать еще надо. Денежки, наверное. Будете ли вы на Новый год дарить подарки? Обязательно. Кому? Родным. Какие? Не знаю, секрет. Ну, как обычно, Новый год дарят. Косметику, духи, не знаю, там, драгоценности. Кому как. Жене, внуку, дочери. Какие подарки? Мишка. Дракончик, я имею в виду. Конфеты шоколадные, манеж с мячиками. Будете ли вы на Новый год дарить подарки? Да, конечно. Кому? Родителям. Что? Еще пока не знаю, еще думаю. Хотелось бы квартиру, конечно, подарить. Было бы неплохо. Вот, так пока еще думаю. Будете ли вы дарить подарки на Новый год? Нет. Она не ожидала этого ответа. Будем. Какие? Никому. Какие? Дочке. Ну и... Мне, что ли? И тебе, да. Что-то, значит, перепадет тебе. Не скажу, какие секреты. С наступающим Новым годом всех. С наступающим Новым годом. Добра мира. Лучшие боксеры Самарской области и Донецкой народной республики встретились на матчевом турнире в торговом комплексе «Гудок». Всего на ринг вышли 18 спортсменов. Гостей спортивного праздника порадовала и группа «Новороссия», в составе которой выступают бойцы 8-й армии, участники специальной военной операции. На боксерском турнире побывала и наша съемочная группа. Девять зрелищных боксерских поединков на матчевой встрече между командами Самарской области и сборной Донецкой народной республики. Это было, пожалуй, самым зрелищным и массовым событием года. Высокий уровень организации турнира в торговом комплексе «Гудок» оценили и бойцы, и гости праздника. Спасибо «Гудок» за такое мероприятие и организаторам. Спасибо большое. Вы большие молодцы. Спасибо, хочу сказать, руководству торгового центра «Гудок», что они уже стали доброй традицией проводить такие мероприятия. И вот я сейчас буквально смотрю по сторонам, действительно народу становится все больше. Важным пунктом программы турнира стало выступление военного ансамбля 8-й армии Новороссия, действующие военные и ветераны самой большой армии. И только в этот день в торговом комплексе «Гудок» можно было посетить выставку экспонатов из зоны СВО. На ней было представлено более 200 трофеев экспонатов, добытых нашими солдатами. Пользуясь случаем, я хочу поздравить нашего командующего восьмой армии, героя России, генерала-полковника Анашкина Геннадия Владимировича. Пожелайте ему крепкого здоровья, боевого духа и, конечно же, нашей скорейшей победы. Для нас сегодня большая честь выступать здесь, мы очень гордимся этим. В матчевом противостоянии боксеры из Донецка победили 3-2. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской сообщает о том, сколько дворов благоустроят в Красноглинском районе в следующем году. Там продолжится обновление дворов по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В 23-м году в областном центре только по нацпроекту был обновлен 51 двор. В Красноглинском районе подводят итоги аукциона по выбору подрядной организации, которая займется благоустройством. Планируется, что уже в январе будет заключен муниципальный контракт. Новый сезон благоустройства стартует с наступлением благоприятных погодных условий. В Красноглинском районе будут обновлены пять дворов по следующим адресам. Поселок Управленческий, улица Коптевская, дом 5, улица Сергея Лазо, дом 17, улица Сергея Лазо, дом 29, улица Зеленые дома 10, 7 и 9, улица Симферопольская, дом 2. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает о проблеме, с которой сталкиваются многие законные представители несовершеннолетних. Это отказ банка в выдаче денежных средств со счетов, открытых на имя детей, подопечных. В обязательном порядке банк требует разрешения органа опеки. Существует простой выход из ситуации – открытие номинального счета в банке на родителей и законных представителей детей для снятия денежных средств без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии по инвалидности либо потере кормильца, пособия, другие средства, выплачиваемые на содержание подопечных. Средства, зачисленные на номинальный счет, расходуются родителями, законными представителями без разрешения органов опеки и попечительства. Администрация Кировского района Самары в Телеграм-канале сообщает о том, что в Самаре открылись муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Торговые точки оформлены в одном стиле. Над входом можно увидеть яркую вывеску, а у продавца имеется пушка для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки – признак того, что это официальная елочная ярмарка. В этом году работает 155 точек продажи зеленых красавиц. У продавца должен быть весь пакет документов. Договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации ИП или юридического лица, копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе. Режим работы елочных базаров с 15 по 30 декабря с 8 утра до 10 вечера, а 31 декабря с 8 утра до 12 дня. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывести остатки нераспроданных деревьев. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин